Здравствуйте! В эфире программа «Информбюро Парламент». Главная тема сегодня – охрана окружающей среды. О работе Краевой Думы в этом направлении рассказал один из членов профильного комитета Виктор Писаренко. Виктор Иванович, добрый день! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, как представитель законодательной власти, что у нас в крае, какая база законодательная, нормативная создана в вопросах периода пользования и охраны окружающей среды? В текущем году мы в основном завершаем работу по созданию современного регионального природоохранного законодательства, отвечающего особенностям Ставропольского края, ну и в целом курортно-туристических регионов Российской Федерации. Этот аспект охватывает широкий спектр вопросов, связанных с созданием и функционированием особо охраняемых природных ресурсов на территории или в области обращения с отходами производства и потребления охраны атмосферного воздуха, охоты и сохранения охотничьих ресурсов и другое. Расскажите, пожалуйста, какие законы непосредственно приняты? Вот закон, допустим, если взять об особо охраняемых природных территориях, как он действует, что он в себя включает, как исполняется сейчас? Закон Ставропольского края об особо охраняемых природных территориях в Ставропольском крае регулируется основными вопросами образования особо охраняемых природных территорий на территории Ставропольского края и краевого значения, а также устанавливает условия перевода земельных участков в их состав. На основе закона утвержден перечень особо охраняемых природных территорий, образование которых намечено в период 2014 года. Позволит увеличить их площадь на 10 и 4 тысячи гектар. Отрадно, что эти все мероприятия последовательно воплощаются на сегодняшний день в Ставропольском крае в жизнь. Только в конце 2010 года и в первом квартале 2011 года был образован природный заказник краевого значения Маныч-Гудила. Это государственный биологический природный заказник, такой же, как и Сафонова дача на сегодняшний день. Всего в крае. В настоящее время функционируют 112 природных комплексов и объектов, в том числе 46 государственных природных заказников и 66 памятников прибыли. Общая площадь которых составляет на сегодняшний день 97 тысяч гектаров. Теперь о проблемах. А они есть, особо охраняемых природных территорий. Важнейшее является их четкое межевание и постановка на кадастровый учет. Скажу откровенно, в этом плане до сегодняшнего дня, будем так говорить, работа пробуксовывала на сегодняшний день. При рассмотрении краевого бюджета, мною, была внесена поправка для выделения на эти средства 15 миллионов рублей на эти все мероприятия. Где недостаточно? Хватит их? Ну, может быть, недостаточно, но большой толчок в этом отношении все-таки был сделан. И что на сегодняшний день позволяет осуществить все эти мероприятия по межеванию. Еще одна проблема. Это разумное сочетание природоохранной и хозяйственной деятельности на особо охраняемых территориях Ставропольского края. Взять природный заказник Маныч-Гудила. Этот заказник создан недавно. Там 4,5 тысячи гектар. Расположенный он в Апанасенковском районе. Комитет и депутаты нашего комитета выезжали, делали выездное заседание. Посмотрели достопримечательные все это. В чем это все выражает? Достаточно сказать, что в акватории реки Дунды, входящей заказник, в этом году осталось на зимовку более 15 тысяч перелетных птиц. Однако на этой же территории ведется интенсивное сельское хозяйство и в том числе скотоводство. Поверьте, что на практике нелегко найти разумный баланс между целями охраны природы и хозяйственной деятельностью. Мы знаем, что программа животноводства надо выполнять. Какой ущерб наносится природе? Ну, если брать, то если есть места гнездения птиц, и там же будет организовано паение крупнорогатого скота. На этом участке нельзя. Там организованы зоны. 3-4 зоны. Где сегодня решается вопрос, в каких местах надо организовывать непосредственно водопаение крупнорогатого скота. И где надо не делать этого, чтобы не мешать гнездованию птицы. Конечно, самым идеальным вариантом является выкуп земель. Можно и это сделать на сегодняшний день на той территории. Посчитано, что для образования новых природных заказников необходимо провести краевую собственность около 2000 гектар. А для их выкупа надо около 40 миллионов рублей. Ну, это земли собственников паёв. Однако, практически осуществить это даже при наличии этой суммы денег будет невозможно. Да, совершенно верно. Поэтому новые особо охраняемые природные территории, как правило, будут создаваться без изъятия земельных паёв у людей. То есть, договариваться надо. И есть моменты, и люди будут согласны. Но нельзя запрещать сегодня ловлю рыбы, охоту, сенокосение. Дело в том, что если мы будем запрещать, то там будут очень здорово пылать пожары. И никакая птица там не усидит. Есть определенные моменты, когда она должна там быть. Вывела птица. Пожалуйста, разрешайте, пусть выкасят. Это будет только на пользу. Вы сейчас уже говорили об озере Маноч-Гудила, где приходило выездное совещание вашего профильного комитета. Насколько известно, такие совещания происходят постоянно. Для чего они нужны? Почему не здесь сидите, не в кабинетах, не в креслах, а выезжаете все-таки, бываете на местах? Для чего это нужно? Знаете, я вам скажу так. Раньше в советской власти руководители хозяйств во всех районах делали объезды. Не на месте в кабинетах или там где-то в Доме культуры собирали, а на места. Ездили по кошарам, по МТП и на местах видели и определяли ту или иную задачу. Чем помочь, как сделать правильно здесь, может быть перенести это туда. И вот поэтому мы, на сегодняшние депутаты нашего комитета, решили так. Как можно меньше сидеть в кабинетах, как можно больше и чаще выезжать на места и смотреть проблемы. Это проблемы и государственные, и краевые, и тем более и людские проблемы. Потому что сегодня мы видим четко, что народ очень озабочен в некоторых ситуациях. Один пример могу провести. В Кровевую Думу поступило обращение от ветеранов села Бешпагир, в котором со всей остротой поставили вопрос о уничтожении лесного массива, обрамляющего этот населенный пункт. Депутаты нашего комитета выехали на место, собрали тех же людей, которые написали нам это письмо, выехали на место в лесной массив, где намечалось строительство завода. Если бы было разрешено это, то не было бы там села Бешпагир. Случайно или целенаправленно выжигались, уничтожались эти целые лесные массивы. Вопрос был взят под контроль нашим комитетом. И на сегодняшний день с законом Ставропольского края о программе социально-экономического развития Ставропольского края на 10-15 годы депутаты исключили из него положение строительства указанного комбината как экологически вредного производства. Так что на сегодняшний день через вашу телекомпанию хочу успокоить бешпагирских жителей, вредного производства в окрестностях вашего села не бывать. Понятно. Вот последние два выезда комитета, насколько мне известно, это был Георгиевский район и озеро Тамбукан. Что обсуждалось, например, в Георгиевском районе? Сафонова дача. Да, действительно, депутаты нашего комитета, выезжали мы на Сафонову дачу. Это уникальнейшее местечко. Я бы сказал, на сегодняшний день там завезено 20 особей оленей, очень прекрасные, где я говорил и буду говорить. Вот есть делать, чем можно заняться. Сегодня можно туда делать и развлекательные, и какие хочешь программы для того, чтобы дети наши с самого детства привыкали к этому лесному хозяйству. Мне лично, как депутату и представителю комитета и охраны окружающей среды, очень понравилось все. Но немножко, конечно, сегодня руководство просит финансовых вложений. Я думаю, что правительство Ставропольского края и на сегодняшний день Министерство природных ресурсов обратят на это внимание. С нами был первый заместитель Юрий Иванович Гриднев. Мы пообщались, пришли к общему знаменателю. Самое главное, что сегодня стронулось с точки, с той, которая на сегодняшний день как бы, ну, было тяжело. Это межевание всех этих. Ну, а сама природа в этом местечке колоссальнейшая. Очень приятная, привлекательная. Сегодня сам Юрий Иванович рассказывал Гриднев, как туда проезжали уже дети, которые были просто поражены Юлиной и также их родители. Также мы выезжали на озеро Тамбукан. Это тоже, мне кажется, что не то, что оно уникальное озеро. Оно еще и лечебное озеро, в котором берется грязь на Пятигорские санатории и на Есим, на все наши санатории Кавказских минеральных вод. Там тоже руководство выразило обеспокоенность. Прежде всего, дорога, которая идет с Кабардино-Валкари, которую надо непосредственно огородить от этого, потому что все, мы понимаем, газы идут туда. Да, вредные, совершенно верно. Ну, а там ливневочки, естественно, они будут сделаны. И я думаю, что это озеро надо нам и правительству, и еще депутатам, которые будут другом дальше продолжать, и надо сделать и навести там порядок. Это здоровье нашей нации. Спасибо большое, что согласились ответить на наш вопрос. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели программу «Информбюро Парламент». С вами был Павел Гендавицкий. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова